Дорогие друзья, уважаемые зрители, традиционно фестиваль «Северо-Отменский десант» показывает фрагмент пиццамок-керпенесской операции 1944 года. На этот раз вы увидите фрагмент тактического морского десанта в губе «Малая Волоковая» 9-10 октября 1944 года. Цель десанта – ударом созданного плацдарма выйти в тыл группировки врага, блокирующего советские войска на полуострове Средний и совместно с наступающими с бронда войсками разгромить ее. Высадку десанта производил Северный флот, командующий адмирал Головко. В районе операции оборонялась 20-я горная армия под командованием генерала-полковника Лотара Рендулича. Высадка десанта произведена тремя отрядами. Один передовой отряд до 700 человек и два отряда основных сил. На переходе корабли были безрезультатно обстреляны немецкими батареями, хотя часть сил из-за потери ориентировки оказалась высажена в 4-х километрах от места высадки. На берегу десант быстро занял побережье и вышел на исходные рубежи для наступления. Во время высадки происходил бой с частями немецкой береговой обороны, которые были почти полностью уничтожены, чему способствовала их предварительная длительная разведка. В бою на берегу десант понес минимальные потери. Один боец погиб, пять были ранены. Потери в кораблях отсутствовали. К рассвету 10 октября завершена высадка последнего эшелона десанта. 461 человек из той же бригады. В 3.30 утра 10 октября началась артиллерийская подготовка, а в 5 часов утра десант и 12-я бригада морской пекоты с полуострова средней перешли в наступление. Октябрь 1944 года. Уже несколько месяцев идет ведь самокиркинезская операция. Спустя многие годы эта операция войдет в одну из лучших тактических операций за все время великой десантной войны. Десять сталинских ударов обязательно включают в историю самокиркинезской операции. Сегодня мы с вами соблюдаем события 9-го 10 октября 1944 года. Долгое противостояние привело к тому, что линия фронта практически не смещает. Чтобы предпринять более эффективные действия, советское командование предлагает несколько тактических десантов. Они оказались весьма успешными и способствовали победе с Красной Артой. На позициях спокойно. Солдаты отдыхают, веселятся, меняются караулы на наблюдательных поставках. На сухопутной части в тылу выдвигается патруль в составе двух человек. Начинает свои действия инженерная разведка. Для того, чтобы продвинуться вглубь территории, необходимо уничтожить артиллерийское орудие. И, соответственно, инженерная разведка начинает свое движение. Проводится воздушная разведка. Самолет заходит на позицию. А инженерная разведка на суше расчищает себе пути для движения. Самолет заходит, подходит к береговой линии. Ведется артиллерийская подготовка. Задача стоящая в мире. Моряками уничтожить артиллерийское укрепление немецких захватчиков. Разведка в тылу активно начинает свое движение. Проходы уже очищены от колючей проволоки. И стараются захватить языка. Теперь самолет заходит на второй круг для того, чтобы атаковать позиции верманта с воздухом. Таким образом, организуется воздушная поддержка к продвижению советских войск. Для того, чтобы тактический десант был успешным, ему жизненно важно иметь поддержку с воздуха и активное действие на сухопутной части. Поэтому у нас самолет, еще раз мы наблюдаем, как он заходит на второй круг, будет вести расстрел укреплений немецких позиций. А со своей стороны левая разведка. Самолет произвел атаку на немецкие позиции и уходит на еще один круг. В это время на сухопутной части завязывается бой. Задача, стоящая перед советскими войсками, уничтожить укрепление немецких захватчиков. Поэтому в стороне вермахтов приходится активизировать свои движения и более интенсивно вести оборону своих укреплений. Наверное, еще раз помогает захватить артиллерийские орудия. Их уже было сложно снять, но не было. Днемецкая древняя брегата морской пехоты подходит к берегу на елах. Кто поможет обновить, а потом противника. Продолжение противника можно только с помощью расцеления. Для этого предполагается сансировать 45-миллионетровую функцию. Ее подходит в виде блоков на нас, в том числе, чем активный, в том числе. Авиация делает все возможное, успешно справиться с задачей, а именно уничтожить артефейские впечатления вермахта пока не удается. Пока немецкие солдаты ведут активную защиту своих ранительных сооружений, они пропускают тот момент, что в федеральной линии подходит помощь красноармейцам в десант с зенитным орудием. Отбить артиллерийское орудие у немецких захватчиков пока не удалось. Бойцы Красной Армии вернулись на свои позиции. Относительное затишье наступило у обоих сторон. И еще раз в обоих связано. Выполнить задачу до сих пор не удается. Артиллерийское орудие продолжает. Итак, морякам красного фута удается подойти к переводу орудиям и начать его высадку. Это кульминационный момент уничтожения. Что же? Пушку можно. Только такой же пушку. Борьба с ним в артиллерийское. Пушку не присоединяется. Пушку выгодить. А через свои позиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бойцы Красной Армии пытаются наладить вес, разворачивать катушки телефонов-проводов, а в это время демонтирование пушки почти завершено. Вот-вот наше артиллерийское орудие поможет справиться с задачей — водовить укрепление термарка. Бойцы вермахта обнаружили, что им приходится ввести бой сразу с той стороны, защищаясь, занимая круговую оборону, ведет свою работу советский снайпер. Артиллерийский расчет готовится к выстрелам со твоей стороны. Снайпер противника производит еще один выстрел и уничтожает живую силу противника. Артиллерийский расчет практически развернул свое орудие в бой. Немецкие солдаты вынуждены прижиматься к своим защитным сооружениям, укреплением. Бойцы вермахта начинают потихонечку отодвигаться от своего укрепления. Загорается вышка, однако пока подавить огневую точку вермахта не удается. Десантирование моряков. Орудие готово к бою. Немецким солдатам пришлось отойти от своих оборонительных укреплений на линию окопа. Защиту ДОТа. В бой вступила артиллерия. Несколько упражненных выстрелов разрушают огранительное укрепление. И весь бой теперь уже идет на свыше. Моряки высадят и начинают постихно продвигаться. Идет уже занятую версию. Живая сила Красного Блота подходит ближе к кому-нибудь. Бойцы вермахта. Бойцы вермахта. И активно продвигаются на территорию занятую вермахту. Бойцы вермахта. Бойцы вермахта. Бойцы вермахта. Повторяя о продвижении вперед было бы невозможно. Но теперь поддержку поддержкой армии есть. И они начинают неумолимо двигаться вперед. Напоминаю, что в этом бою Красная Армия произнесет неименьшие потери. Уничтожить всю живую силу противника пока не удается, воины вермахта продолжают свое сопротивление. В этом им помогла природа, сложные тематические и биологические условия позволяли хорошо держать обороты, но тем не менее мы видим с вами, что флаг красноплодцев уже взвивается на поле боя и бойцы неумолимо двигаются от моря в блок территории, захватывая очередной флаг стартов. Большое значение в обиде в губе Малая Волокова окажет деятельность штрафной роты. Бойцы этой роты прикроют своими силами действительным образованием. Бойцы красной роты связи тянут линию проводов, налаживают связь. Все далее и далее, уходя от береговой линии, плацдарф, захваченный красноплодцами, все увеличивается и увеличивается. Продвижение вперед, идет быстрый метр на победе, оно неумолимо. Бойцам вермахта все труднее оказывает сопротивление. Силы их иссякают, обойцы красной армии продвигаются вперед. Очень быстро рота связи работает. Налаживает взаимодействие между частями и красной армии. А немецкие утверждения оказываются в таком полотенце. Чем больше бойцы продвигались в клуб суши, тем увереннее и равненнее было движение каждой армии. Первый флот в этом бою одержит одну из своих лучших побегов. Поскольку раненых на поле оказывается достаточное количество, начинает свою работу в 20-20. На поле боя оказывается ради помощи или же раненых эвакуируют в госпиталь, где он был. Итак, наши с вами моряки успешно достигли своей цели, а именно захватили флотзарм и подавили огневую точку противника. Это победа 12-й отдельной бригады морского флота. Ура! Полный успех десанта был обосновлен. И вот сейчас и неподготовкой хорошо должны быть взаимодействием полда и сухопутных сил. Достаточно количества сил для выполнения поставленных задач. Фестивали «Северодинский десант». Фестивали «Северодинский десант» 2016 принимали участие военно-исторические клубы «Волжский рубеж». Эпоха «Волжские фузелеры», «Сом», «Командос Марине», «Туман», «Нарвик», «Волютоотдел», «Военно-исторический клуб «Владога», «Заболярный рубеж», «Сербуховский рубеж», «Гарнизон А», «Патриот», «Инженерная разведка», «Сорокопятка», «Волютоотдел», «Военно-исторический клуб «Северная дина» и «Военно-исторический клуб «Северная дина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова